Это видео появилось бы у меня на канале, ну как минимум на пару дней раньше, если бы в его производство не вмешалась хабаровская полиция. Оказалось, что вопросом, а куда это собрался Романов, смотрите, он у себя в инстаграме фоточку из самолета выложил, заинтересовались не только подписчики этого канала, но и хабаровские полицейские. Во всяком случае, буквально через пару дней. После того, как мы с императором, практически инкогнито, никому ничего не сообщая, приехали в Хабаровск, мне позвонил человек, который представился не больше не меньше как руководителем Хабаровского краевого центра по противодействию экстремизму, то есть главный хабаровский эшник, пригласил на некую беседу. Ну, поскольку в нашем законодательстве никаких бесед не предусмотрено с полицией, то я предложение проигнорировал. Но, с другой стороны, я прекрасно знаю, как в Хабаровске сегодня раскручен маховик судебно-полицейских репрессий, и какой у меня шанс, 100%, в случае задержания полиции получить или огромный штраф, или длительный арест за какой-нибудь июльский еще ролик, то попадаться в полиции мне, ну, вот совсем не хотелось. В общем, получилось так, что несколько последних дней играем здесь в Хабаровске с полицией в казаки-разбойники. Ну, пока тху-тху получается. Репортаж в Хабаровске снимаем, репортаж в Владивостокске домонтировали. Вот сейчас я вам его предлагаю посмотреть. Как дальше дело будет развиваться, не знаю. На всякий случай подпишитесь и на этот канал, ну, и на мои соцсети, мало ли что, буду скидывать что-то экстренное, уж куда придется. А вообще, это большое путешествие, которое я в этом видео презентую. Интересно, начинается в Владивостоке, почти коронавирус в Хабаровске, вот центр Э. Не скучно. Все. Пошел дальше на свое почти нелегальное положение, а вам приятного просмотра ролик из Владивостока. Яму заделаю, вот совсем обнаглее. Ты просил, выпили с тобой по калифанцам. В перевыборы. Первый битый город России. 540 тысяч. Да, боже мой, 0,7 литра. Как щеночек. Если бы у меня было много денег, я бы ездил на всех машинах. А можно с вами ударим автопробегом по безнадеге? Всем здрасте, я Алексей Романов, а город у меня за спиной – это Владивосток. Вот бухта Золотой Рог, Золотой мост, вот этот вот морской ветер, холодно. Что случилось во Владивостоке? Если вы постоянный зритель моего канала, вы знаете, что если я куда-то прилетаю, это туда, где что-то происходит. Ну, насколько мне известно, во Владивостоке не происходит, ну, в общественно-политической жизни Владивостока ничего особенного. Ну, выгнали на днях мэра, не тот повод, чтобы лететь сюда через всю страну. И тем не менее, я здесь. Потому что событие, ради которого стоит лететь через всю страну, все-таки имеет место. И происходит это событие вот прямо сейчас, прямо здесь у вас на глазах. Потому что прямо сейчас, прямо здесь у вас на глазах начинается большое трехмесячное блогерское, исследовательское путешествие канала Романов по России. Зачем? Зачем это нужно садиться в автомобиле три месяца колесить по России? Ну, во-первых, это интересно. И тому, кто едет, и, надеюсь, тому, кто будет смотреть отчеты об этой поездке. Во-вторых, давайте честно, мы ведь с вами очень плохо знаем свою страну. Столица не имеет ни малейшего представления о том, как живет провинция. Провинция, мне кажется, весьма смутно представляет, как живет столица. Все наши представления о себе, о своих соседях, о стране в целом, это, как правило, набор стереотипов, больших или маленьких. Мифов, больших или маленьких. Мне кажется, было бы очень интересно проехать, посмотреть своими глазами и, что называется, протестить свои представления. Проверить, с мифом, со стереотипом ты имеешь дело, или ты в самом деле что-то знаешь о своей стране. Наверное, вот это и есть главная задача, сверхзадача, миссия этого проекта, этой поездки. Ударим автопробегом по безнадеге. А сейчас Владивосток. Здесь интересно. Погнали! Объектив чистенький, погода дрянная. Мы начинаем! Вообще-то Владивосток – это город УГЭ. Но УГЭ не в смысле умное голосование имени Навального. Хотя с голосованием здесь тоже все хорошо. Это уникальный город. В свое время этот город Владимир Ленин называл городом нашинским. Никита Хрущев заявлял, что Владивосток должен быть лучше, чем Сан-Франциско. Ну а в наши времена он тоже много чем прославился. Владивосток известен тем, что здесь частенько во властных кабинетах работают люди, которые, скажем так, недалеки от определенных кругов. Ну вот, например, здание краевого правительства. Какое-то время здесь работал очень-очень авторитетный губернатор Дарькин. А вот там наверху находится мэрия, где работал в свое время еще более авторитетный, уважаемый мэр по фамилии Николаев, но которого, видимо, из уважения в определенных кругах предпочитали называть по имени Винни-Пух. Кроме того, Владивосток – уникальный город еще и потому, что он показал нам не так давно пример творческого подхода к избирательным технологиям, даже к избирательному законодательству. В те самые дни, когда в Хабаровске выбирали фургала, в те самые дни, когда в Хабаровске со свистом пролетал тамошний единоросс, то же самое происходило здесь. Здесь тоже осенью 2018 года со свистом мимо вот этого здания пролетал единоросс. Победу в Хабаровске одержал представитель ЛДПР, победу во Владивостоке в те же дни одержал представитель КПРФ. Возможно, наша власть решила, что ЛДПР, они ошиблись, вы знаете, чем потом кончилась история с фургалом, но возможно, тогда они решили, что ЛДПР предпочтительнее. И все ресурсы бросили сюда, и там фургалу позволили победить, а здесь Ищенко победить не позволили. Они объявили перевыборы. Такого не было никогда, такого нет в нашем законодательстве, и такое способен был нам показать только Владивосток. И вот теперь здесь, в этом здании, сидит замечательный человек по имени Кожемяка. Четырежды, между прочим, губернатор. Он был губернатором Сахалинской области, Амурской области, Корягского автономного округа и вот теперь Приморского края. Мои родители из Амурской области, когда они узнали, кто станет здесь губернатором, они выражали приморцам сочувствие. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, не за пивом, вот честно признаюсь, просто хочу узнать. Где-то, по-моему, здесь люди психанули и сами дороги ремонтировали. Да, было вот здесь, получается, вот дома ходите и там подъем. Вот, получается, этот подъем они ремонтировали, но потом два раза или три они ремонтировали, там потом асфальт, в конце концов, положили. Это улица Нейбута. Мы о ней прочли в интернетах. Прочли, что, дескать, разбитые дороги местных жителей настолько замучили, что они сами за свой счет скинулись и какой-то там участок заасфальтировали. Вот ходим, сейчас пытаемся этот участок разыскать. Разыскать его важно еще и потому, что это не первый случай подобного самоуправства во Владивостоке. И, скорее всего, люди, которые это сделали, будут подвергнут наказанию, как это уже бывало. В Владивостоке уже было такое. Были люди, которые не могли терпеть ямы, которых заасфальтировали и которых оштрафовали за самоуправство и не по ГОСТу выполненный ремонт. Пытаемся сейчас найти следующих жертв, кого здесь накажут вновь за вот такое вот безобразие. Яму заделывают, вот совсем обнаглели, а? Слушайте, ну дороги ужасные. А так всегда было или это что-то недавно случилось? Нет, это в том году город выделил деньги подрядчикам. Подрядчики в основном были армяне. И они себе столько нахватали, что они это не освоили. Где-то они что-то сделали, а в основном они не успели это сделать. А откуда эта новость? В том году это по радио говорили даже. Так и говорили, а жмяне. Ну, граждане Армении ваши, да их и видно. Вот у нас, если внимательно посмотреть, дорожные рабочие, все явно не славянская народность. А почему так получается? Вы не знаете? Политика правительства. Думаете, да? Да, это неправильно. Неправильно? Конечно неправильно. Ну зачем? Немножко, своих недорогущих рук это полно. Люди сидят без работы. Я согласен, можно приглашать людей высоко квалифицированных, если их не хватает. А обыкновенных рабочих своих вот так вот. Я считаю, это зря делают. Ну ясно. Это ни к чему вообще. Это глупость. Ни сусвет. Это в центре и вот здесь вот центральные дороги. А в крайней это вообще молчу. А так всегда было или это что-то новое? Ну, не ремонтируют. Или ремонтируют тяп-ляп. И все. Ничего хорошего. Какая самая большая беда Владивостока? Хозяинами хорошего мэра. У вас, да, вот прогнали очередного на днях. Хозяинами. Вот именно, чтобы болел без забора. Самая уникальная уникальность Владивостока в том, что этот морской портовый город едва не стал автомобильной столицей России. С начала 90-х годов именно через Владивосток пошел основной поток бэушных японских автомобилей. Да, эти машины были старые. Да, эти машины были именно бэушные. Но они были чертовски надежные и реально недорогие. Именно поэтому с начала 90-х годов на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, да это даже до Центральной России добралось, народным автомобилем стал именно бэушный японец. Но уже в 2000-е годы было принято решение, что нет. В России народным автомобилем должен быть ВАЗ. А столицей автомобильной должна быть Самара. ВАЗу дали денег, и тех, кто конкурировал с ВАЗом, слегка придушили. Правый руль пытались несколько раз запретить. Вводили все новые и новые пошлины, вводили все новые и новые ограничения. И вот тот бизнес, который за 10 лет успел здесь, в Приморье, вырасти стараниями государства, был просто уничтожаем. И в какой-то момент люди не смогли это терпеть. Люди начали выходить на митинги. И кончилось это тем, что вот здесь, на вот этой площади, кажется, впервые в современной России ОМОН жестоко разгонял мирный митинг. Владивосток не смог стать автомобильной столицей России. Зато он, кажется, помимо своей воли смог стать первым в современной России битым городом. Владивосток – первый битый город России. Разумеется, в Владивосток и сейчас приезжают тысячи и тысячи людей за японскими автомобилями, заказывают их через интернет. Мы, когда с Юрой сюда приехали, нас и таксисты, и тетеньки в гостинице сразу спрашивали, ну что за машиной? И все же этот бизнес сегодня. Жалкие остатки того, что было здесь когда-то. И жалкая тень того, что могло бы здесь быть. Мне доводилось бывать на авторынке в Тбилиси. Тбилиси, как и Владивосток, это еще один город, через который идет огромный трафик японских бэушных автомобилей. Это Тбилиси. А вот это то, что мы увидели в Владивостоке. Это Владивосток. Это несостоявшийся бизнес. Бизнес, задушенный в зародыши. Алексей! Здравствуйте! Инкогнито мне не удалось сохранить, меня вычислили. Говорят, мы видели, ты в инстаграме летел. А я сегодня только утром как раз увидел, что ты машешь руку, чтобы все нормально. И там уже начинают вычислять. А я вот сюда, на зеленый угол. Знать-ка идея, взять маленькую машиночку, Кейкара. Вот Кейкара, именно так, самый народный автомобиль, да? Во-первых, японский, а во-вторых, самый недорогой. И на ней проехать не просто до Москвы, а так, знаете, так это, с заездами влево-вправо, и вся эта история, месяца на 3. Посмотри, чем страна-то живет. Мы же не знаем. Давай, удачи. Цена, напомните. 620. Вот это херня, мне нужно. Тут какой-то херня, тут какой-то херня, тут какой-то херня. Цена, можно ставить бокал здесь. Бог мой. Если мне что-нибудь забыть, то уже в жизни не найдешь таком количестве карманов. Одна иена. Если у меня было много денег, я бы ездил на всех машинах. Потому что все машины, ну, в них же люди труд вкладывали. Там же инженеры работали, там дети с детства мечтали что-то такое делать, и смогли это, научились делать. Они пашут, они влюблены в эту работу. А она не складывается. Все. Тогда это нам не годится. Нам надо так, мы будем ехать, и надо, чтобы один человек, ну, может быть, это какое-то нарушение правил будет, да, дорожного движения, но один человек в это время мог бы лежать, и, да, если не спать, то хотя бы подремнуть отдыхать. Это не японец красил. Это вот оно такое. Вот это завод. Это японский инженер. Те люди, которые в России пробивают, проталкивают, лоббируют идею запрета правого руля, они не только враги человека, они враги культуры, враги искусства, враги эстетики, враги хорошего вкуса. Руки прочь от правого руля. И вот тут вот, вот такое пространство. И кто мне скажет, что это маленький автомобиль, пусть первым бросит в меня камень. Потому что в этом маленьком автомобиле можно даже лежать, спать. Тынц, 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 тынц. Ну вот. Вот он. Вот он, стампочка. Смотри за скалы. Откроете? Да, конечно. 250 год это какой? 16 год, 11 месяцев. Это комплектация. Бередний? Конечно, это комплектация кастум. Регистрадок подают, чехлы кожанки. Да, 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 позовите Японию, смотрите. А, ой, лялечка. Это капот. Это капотик, да. Посмотрите, состояние так вообще. А, литр бензина вылились от мыли. Ты просил, выпили с тобой по-карифански. Ну же, ну это как, где-то, я не переживаю. Может быть, тебе на эту машину не возьмем. Сейчас первая поездка на них, в качестве пассажира. Та-ла-та-а. Совсем голс. Печечка, коньишечка, все работает, сейчас покажем. Да я тебе умоляю, 140 он поедет легко. А, ну другое, куда-то скударать уже на себя. Почему? Да даже, ой, брата. Не могу дать плюс, блин, мешать в магазине. Крепсу просто не поставили. Вот он у тебя огромным будет. Вот и все. Не надо. Вот такая, братушки, проблема велика Россия. Покупать нечего. Будет все зранительно, нормально. Все крошечное, земля, липусенькое. Все, 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 все такое вот для и липутиков. Ну вот, друзья мои. Вполне возможно, что вот прямо сейчас, вот в этом моменте, принимается решение о том, на чем будет происходить наше большое путешествие. Народный автомобиль, это недорогой автомобиль. Это народный. Какой-нибудь, знаете, толстый Мерседес или какая-нибудь Ауди с синим ведерком сверху. По аналогии, автомобиль антинародный. Так, ну вот цена, 540 тысяч. 540 тысяч. Так, колеса у него, колеса у него летние, и в принципе на них ехать какое-то время можно, на колеса нам тратиться не надо. Что еще в нее надо? Да вроде ничего, да? Так, уберем. Ну берем. Вот она, какая славная музычка нас провожает. Мы едем на японской машине в России. Мы уезжаем в Сырынка. Вот так болтает, да? Сырынка в том городе, дар мог бы этот город преобразить. А что хотел сделать из Владивостока, Сан-Франциско? Вот мы едем на японскую единицу. Даже это она. Слава Сан-Франциско. Сырынка в Сан-Франциско. И вот решающий момент. Вчера я отправился вот сюда, вот в этот огромный, смотрите, какой медицинский центр. Стоял он возле той кабиночки. Потом заходил сюда и давал, как называется, ПЦР-тест. Вот эта вот простуда, которая не давала мне выполнить обещание. Сказал, прилечу, расскажу, зачем. И пропал, пропал, потому что болел. И вот сейчас я узнаю, чем. Здравствуйте. А вы мне дадите мои результаты? А вы квитанции мне дадите, чтобы я вас в базе нашла? А по паспорту вы мне не даете в базе? Ну, можно. Барабанная дробь. Проблема заключается в том, что мне надо ехать в Хабаровск. А в Хабаровск сейчас находятся мои родители. А родители мои уже взрослые. И притащить им какой-то черт в коронавирус я совсем бы не хотел. Поэтому пришлось здесь экстренно, не считаясь с затратами, сдавать эти анализы. 5000 рублей с меня взяли за ПЦР-тест и за антитела. Пять! ПЦР-коронавирус не обнаружен, референсные значения не обнаружены. Результат отрицательный. То есть не болен и не болел. У вас по крови ничего нет, да? Ну вот это же ничего нет? Да, ничего нет. Не болен и не болел. И не буду болеть. Спасибо. Ну что, друзья, значит это была просто, слава тебе, господи, простуда. Погнали работать. Так, прошло 5 минут. Бурная радость миновала и приходит понимание того, что радость могла быть преждевременной. Ну вот смотрите. Во-первых, тест, который на антитела. Лучше-то его иметь не отрицательный, все-таки а положительный. Да, это значит ты уже провалял. А то, что у тебя отрицательный ПЦР, то есть в твоем организме не нашли вируса, это тоже та вещь, которая не позволяет вот радоваться совсем-совсем-совсем, забыв обо всем. Наша медицинская начальство признавало до 40% этих тестов дают ложно-отрицательный результат. И вот еще интересная деталь. Даже в медицинском центре, куда приезжают люди сдавать анализы на коронавирус, никто не ходит в масках. От меня нигде ее не потребовали. Не знаю, посмотрим, как это в других регионах в России, но после Москвы то, как ведет себя Владивосток, это, ну, несколько удивительно. Еще один след былого могущества Владивостока, это сайт Дром.ру. Когда-то он был, кажется, самым мощным, самым значимым, самым серьезным автомобильным сайтом в России. Сейчас его активно и все больше теснит Яндекс. И в этом есть своего рода справедливость, такая почти мгновенная карма. Я очень хорошо помню, как Дром железной рукой вычищал из своих форумов любую крамолую, любые признаки недовольства вот после того разгона вот этого митинга. Они хотели тогда быть лояльными власти. И сейчас гораздо более лояльный Яндекс давит Дром. Но, тем не менее, именно на Дроме была найдена машинка, на которой, собственно, мы и отправимся в это путешествие. Машина уникальная, великолепная, чудесная. Но сейчас вы в этом сами убедитесь. Итак, знакомьтесь. Daihatsu Stanto! Супер автомобиль! Машина уникальная, великолепная, 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 великолепная. Машина уникальная, великолепная, великолепная, великолепная. Машина уникальная, великолепная, 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 великолепная. Красотка же, а? Красотка, ну согласитесь. Ну, роскошь, воплощенная роскошь. Смотрите, благородный, респектабельный черный цвет с искрой. Множество хрома, черные фары. Ну, роскошный автомобиль, черный кожаный салон. Ну, размер, да Но, с другой стороны, размер тоже ведь здесь не случайен Это легендарный размер Daihatsu Tanto Яркий представитель класса K-car K-car это машинки, которые в Японии производятся с 60-х годов Они законодательно ограничены по длине, по ширине, по объему мотора и по его мощности Тот, кто в Японии покупает K-car, получает какие-то бонусы Ну, например, можно покупать эту машину, не имея бумажки о том, что у тебя имеется для нее стоянка То есть, в принципе, купил и бросил где-нибудь на улице В России же достоинства K-car совершенно иные И, собственно, именно это и определило Ну, кроме моей любви к таким машинкам И определило выбор Вот он, эта особенность Смотрите, 16-й год Сравнительно новая машина Ей нет еще 5 лет И цена Почти новая Японская, не ломающаяся машина За 550 тысяч рублей Я не знаю альтернативы этому Ну да, за это приходится кое-чем платить В дорогу длиною 3 месяца Длиною, наверное, 1025 километров Мы отправляемся на автомобильчике с мотором Объемом 0,7 литра Боже мой, 0,7 литра Хотя, с другой стороны, мы уже по Владивостоку поездили И отзывы в интернетах почитали 0,7 это нормально Нам должно хватить Тем более, что за счет неограниченной высоты K-car За счет роскошно трансформирующегося салона Мы имеем Ну, практически дом на колесах Да, маленький, на японский манер Но дом Вот это были предварительные варианты K-car покупали не просто так А тщательно изучив Все характеристики, все цены, все возможности Они бывают 4WD Жалко, наша не такая Вот, кстати, почти наша Но у нее мордочка попроще И у нее цвет не столь респектабельный У K-car масса, масса, масса преимуществ Он очень юркий в потоке Ему для парковки места требуется в два раза меньше Чем обычному автомобилю Бензин, он, говорят, нюхает Но это проверим Пишут и 4 литра на сотню И 6 литров, и даже 8 Честно сообщим, как оно окажется у нас на самом деле Но для меня, лично для меня У K-car есть еще одно достоинство Чудесное достоинство Это их умильный внешний вид Такие вот, господи, как их Карманные монстры, да? Покемончики такие Какие-то вот ребята, которые сошли со страниц Японских аниме, или как это у них там называется Ну, еще что-то такое милое, чуть-чуть детское Это, мне кажется, то, чего категорически не хватает нам в России Мы же здесь ходим все с серьезными лицами Мы же ходим с армейскими стрижками А этот вот вызывает улыбку Смотри, вот это Это смех умиления, это смех счастья Это машинка счастья Плюшевая машина Как щеночек Смешной, говорите, автомобильчик Ну да, смешной Но только, как говорится Посмотрим, кто будет смеяться последним Вот откатаемся мы на нем Три месяца Вы посмотрите, как это выглядит И, может быть, признаете, что Посмеиваясь сейчас над такой машинкой Вы просто шли на поводу У некоего стереотипа Вот где-то, когда-то, некритично Приняли вы в свою голову Что автомобиль, он не может быть С мотором меньше, чем там полтора литра И все И теперь с этим живете Теперь так судите о жизни Мы же, я надеюсь, этот ваш стереотип Своей поездкой разрушим И я надеюсь, что вот эта история Со стереотипом отношений маленьких автомобилей Она станет таким своего рода шаблоном Для разрушения других стереотипов Мы ведь точно так же судим и о нашей жизни О наших людях О проблемах О разных каких-то социальных группах Социальных слоях Ватники, говорим мы Стереотип Либерасты, говорим мы Стереотип Надо побеждать стереотипы Надо видеть правду Видеть жизнь Таковой, какая она есть А, пафосно сказал А потому что цвет черный Тоже пафосный Морем как пахнет, да? Ой, я вспоминаю, когда я последний раз был на Японском море Между прочим, Японское море, оно хоть называется Японское Оно как автомобиль Вот, для дальневосточников Единственное по-настоящему родное Да простят меня Люди, которые живут рядом с Черным Рядом с Балтийским морем Но для меня самое российское Самое русское море Вот это Японское Ну, есть в этом что-то Японский автомобиль Народный автомобиль Японское море Русское море Ну, не передать Садивосток Между прочим, родной мне немножко город Я здесь учиться начинал Я был бравым морячком целых полгода Если бы доучился, стал бы штурман Потом глядишь даже капитаном дальнего плавания Я знаю, что такое гюйс Прогары Нет, ну это сейчас он университет А тогда это было Двимо Дальневосточное высшее инженерно-морское училище А это кампус Сейчас он такой весь, видите, облицован чем-то современным А был обычный, штукатуренный Но суть не поменялась Вот, чуваки моют посуду Самое главное запах Запах все тот же Господи, какой дрянь у нас кормили И та же форма Какие годы получился? Ой, годы Я получился недолго Я очень быстро сбежал И морской карьеры я не сделал Меня хватило на полгода Потому что я шел-то учиться на моряков А попал куда-то в казарму Роты, взводы, строевая подготовка Вот это все Нет, она, конечно, здорово Форма и все такое Но у меня хватило на полгода Принципиально ничего не поменялось Все тоже Только обшили все Еще влепили церковь, кто бы мог поверить Да, что мы тут будем все еще и немножко, слава богу Ребят, если не сильно, спешите Ностальгия замучила Я здесь давно-давно учился Дайте, кто-нибудь, фоточку эту штуку Фотку сделать, а? С фуражкой А можно с вами? А! Не, я даже практически с усами-то на бравого капитана похож Спасибо Знаете, история-то про что это, честно говоря Вот Школу я, получается, закончил аж 33 года тому назад То есть учился я здесь примерно тогда же И вот, оглядываясь назад, ты пытаешься понять Правильно, неправильно твоя жизнь прошла Хорошо ли она сложилась, так ли, как ты рассчитывал Ностальгия некоторым образом А иногда и горькая ностальгия Бывает горькая? А вот если смотреть не на личную биографию А на биографию страны, ведь то же самое Я же помню, как выглядела наша страна О чем мы думали, о чем мы мечтали тогда В конце 80-х, в самом начале 90-х Казалось очевидным, все Вот в ту страну, которая сейчас кончилась Мы не вернемся Вернулись Как это оказалось возможным? Ну вот это, наверное, напоминает биографию человека Человек вот возвращается, приходит, смотрит И думает Хорошо ли он прожил свою жизнь Правильно ли он поступил Вот правильно я поступил или нет, когда отсюда ушел Сделал ли я ошибку? Так вот то же самое, наверное, надо делать И приходится делать в отношении страны Если что-то не так, когда мы сделали эту ошибку? Просрали мы свою жизнь Просрали мы жизнь своей страны Ну, про свою у меня еще есть некоторые надежды А в том, что касается страны То кажется, все-таки Ну, во всяком случае, ту свободу, которая нам Почти бесплатно досталась 30 лет назад Вот ее точно просрали Зато я умею ходить с троевым шагом Вот человек из Хабаровска вот сейчас сказал И мы где-то там как-то получается Ну, по крайней мере, там, визуально Я видел, в первый день мы там носились Да, да, это история Потом я ваш репортаж еще посмотрел Я просто офигел Это история про начало протеста в Хабаровске Кто мог это предсказать? Никто И о чем это говорит? О том, что мы ни черта про свою страну не знаем В ней происходят какие-то вещи Для нас совершенно неожиданные Ну, вот, поедем посмотреть на страну Может, разглядим Как учеба? Нормально? Нормально Какой факультет? Судовод А, я был судовод Я был судовод Спасибо Рад был вас встретить Да, очень неожиданно Мне тоже спасибо вам Удачи Ну что ж, пора подводить итоги Этот очень длинный и очень холодный день завершился Очень жаль, что из-за болезни, из-за этого недокоронавируса У нас был только один съемочный день во Владивостоке У нас было буквально всего несколько часов, чтобы внимательно всмотреться в жизнь этого города И попытаться найти здесь что-то новое Чего мы прежде, вот, бывая здесь, читая о Владивостоке, не видели и не слышали Так что не судите строго, если выводы этого первого выпуска будут несколько поверхностны Ну, что делать? Не до коронавируса Выводы же таковы Море прекрасно Город прекрасен Сопки Это все здорово Но Все те болячки, которые есть, кажется, во всех современных российских городах И во Владивостоке представлены очень ярко Ну, начать вот с того самого С того, что город чумас Деревья обрезаны черти как Дороги чудовищно разбиты И заканчивая тем, что во Владивостоке, как и в любом другом российском городе Его жители лишены права определять, кто будет ими управлять Пока я лежал с коронавирусом, здесь, во Владивостоке, выгнали мэра Казалось бы, событие Ну, увы, это сделали не горожане, это сделал какой-то полпред Непонятно по какому праву Ибо горожане выбирали Горожанам и снимать Ну, вот так пока это устроено Кстати, полпред тот самый, который в свое время Организовывал кампанию против Фургала Когда тот был губернатором Хабаровского края А значит, кажется, само проведение Ну, видимо, в лице администрации президента Толкает нас, направляет нас к следующей точке нашего маршрута Из первого битого ОМОНом города России Мы едем в самый репрессированный город России Из нынешней столицы Дальневосточного федерального округа Мы отправляемся в столицу бывшую Еще недавно бывшую Из Владивостока Пора ехать в Хабаровск Прямо завтра с утра и стартуем Или прямо сейчас, в ночь, Юра В ночь махнем Подписывайтесь на канал, если до сих пор не подписаны Не судите строго за первый ролик Мы поехали в Хабаровск Увидимся уже там Пока Ой, ой, ой Все, ребята, пока Субтитры сделал DimaTorzok